Еще раз поздороваюсь с вами, мои друзья. Вы на канале Кросс Тич Вез Люда. Я продолжаю записывать вторую часть своей коллекции обычных Dimensions. Первый набор в этой части это Sorrento Hotel. Дизайнер Роджер Дувал. Вот такой вот интересный отель. Я видела отшиб в Инстаграм. Значит, размер работы будет 45 на 35 сантиметров. Тут крупный каунт Аиды 14 бежевый. Вот такой вот. Этот набор я еще покупала в Запорожье. Довольно-таки много ниток, как для обычного Дима. Скорее всего, потому что тут очень много цветов и зашивки. Ну да, полторы палетки такой вот. Так, следующий набор. Man's Best Friend. Лучший друг. Дизайнер Джон Вейс. Размер 30 на 30 сантиметров. Номер 35169. 18 каунт Белая Аида. Даже не знаю, скорее всего, что буду заменять. Потому что, опять-таки, у меня много... Я по скидке покупала равномерки. И этот тоже набор я покупала у себя в городе. Тут даже по-русски написано. Но я думаю, что тут хорошее количество нитей. Хотя цветов не очень много. Но чувствуется, что плотноватый. Очень интересный сюжет. И как мне хочется все, конечно же, это вышить. Но так как наборов очень много... Чем больше наборов, тем тяжелее становится выбор, что же вышить. Следующий набор. Вот такая вот девочка. Я когда увидела отшив в инстаграм, по-моему, было около двух лет назад. Я ее моментально купила себе. Потому что меня, во-первых, привлекли вот эти вот пуговицы. Во-вторых, ну я очень люблю женский образ вышивки. Это я вам передать не могу, насколько я это люблю. Значит, номер набора 7035322. И хочу сказать, что он не очень старый, но уже вышел из производства. 14-й каунт Nevy Aida. Я, знаете, даже пошла в магазин выбирать... По-моему, я хотела заменить... Набор у меня вскрытый был, я его перевозила. Я положила в обложку от Gold Dima. Я хотела уменьшить каунт. Но хорошо, что я этого не сделала. Я просто хотела мельче купить вот эту вот Aida. Или ее не казалось в наличии, или что-то там было. Но я очень сейчас счастлива, что я этого не сделала. Потому что я не думаю, что будет целесообразно уменьшать каунт. А если уже и заменять основу, то на равномерку. Но опять же таки, так как тут темная довольно-таки Aida, и мне почему-то кажется, что она будет такая более... Во-первых, увеличится яркость. То есть лицо будет намного темнее. Но и так уже тут довольно-таки темная. Посмотрите на руку. Но я знаю, что она будет все смотрится хорошо в вышивке. Будет она более сомкнутая. Я очень переживаю по поводу вот этих вот Lazy Daisy. Ну, не знаю. Скорее всего, я буду вышивать так, как в оригинале. Это мне и сэкономит траты. И не будет никаких уже сомнений. Потому что, когда вышиваешь все по ключу, в принципе, должно получиться очень все хорошо. Когда начинаешь какие-то замены делать, если хорошо, что это будет равномерка, ты заменяешь каунт, не меняешь. А когда с каунтом играться, тут нужно, конечно же, думать хорошо, стоит ли это или не стоит делать. Так что, кто еще хочет купить этот набор и сомневается или думает покупать, потому что он вышел из производства. Если у вас, конечно же, есть возможность. Потому что, я думаю, что он, как всегда, исчез. Вот такая вот бабочка. Я очень люблю бабочек. Очень люблю их вышивать. Очень красивые тут цвета. Зеленый, сиреневый. Просто великолепный. Несмотря на то, что тут есть вот такие вот иероглифы, которые я не очень люблю в вышивке. Но, тем не менее, она такая, знаете, гармоничная. Так, 35034 номер этого набора. Oriental Butterfly. 14-й каунт бежевая Аида. И она, походу, тут немножко принтованная. Я ее не буду заменять. Я сейчас открою ее, посмотрю. Вернее, она у меня уже вскрытая. Я думаю, тут... Что-то у меня еще какие-то нитки тут есть. Ой, я даже не знаю, что там у меня тут. Я, по-моему, как купила, так и положила. И все. Да. Тут ткань принтованная. И я не буду ее уже заменять. Пусть все будет как в оригинале. Так, я хочу посмотреть, что у меня тут какой-то... А, по-моему, я это и знала, что мне положили вот от Буцилы, скорее всего. Да, это Буцилы. Что-то было от Буцилы. Ну, пусть ниточки будут. Я просто сейчас отложу их в сторонку. Пусть они у меня будут. А это оригинальные нитки, которые на бабочку идут. Все, вроде бы... Кто-то мне бонус положил. Так, сейчас, секунду. Перейдем к следующему набору. Следующий набор. Это моя такая, знаете, неудавшаяся покупка. Такая вот Калибри. Я очень-очень люблю также Калибри и бабочек. Тут, в общем, совмещено все, что я люблю. И я, если честно, очень сильно хотела заменить это все на равномерку. Но буквально несколько дней назад я разбирала эти наборы, чтобы записать вам видео. Я обнаружила ту же проблему, что была и у Юйсаны, у Анечки. И нитки тут, во-первых. Или вообще подобранные из другого набора. Но хорошо, что я очень дешево его купила. Во-первых, по качеству они не похожи. Ни на DMC, не похожи. И по цветам я сверяла даже с палитрой DMC. Не соответствует оттенок. Во-первых, тут органайзер от Кандемар Дизайнс. И, естественно, это не Dimensions нитки. Они такие более синтетические. Я не знаю, что за качество ниток тут. Я, если честно, не очень сильно могу на ощупь определить. Но DMC и Dimensions я могу сказать, что это DMC или Dimensions. Но эти вот... Я, конечно, была расстроена. Потому что, вы знаете, иногда так куплю. И, ну, если даже набор открытый, я очень сильно доверяю своим продавцам. Потому что покупаю, в принципе, у одних и тех же. В основном. Особенно, если сейчас, в последнее время, покупаю новые наборы, которые мне нравятся. Dimensions. Ткань тут обработанная. Но, скорее всего, что... Я не знаю. Может, и оригинал. Ну, в общем, не знаю. У меня, конечно... Я такая расстроилась изначально. А потом думаю, ладно, ничего страшного. Нитки куда-то я определю. И вот такую вот палетку. Сюда положили. Зачем ее положили, если тут цветов намного больше. И, в общем, я не знаю. У меня это проблемный такой набор. В общем, у меня лежит, будет на нитке, как всегда. Я очень была расстроена. Теперь все, что касается открытых наборов, вскрытых, я теперь буду или задавать вопросы, или думать, зачем оно мне нужно. Во-первых, уже достаточно набора. Во-вторых, рисковать так больше не хочу. Хорошо, что мне это не стоило дорого. Но не буду вышивать теперь этот дизайн. Потому что ниточки тут какие-то неродные. Так, следующий набор. Вот такой вот терраса. Арка. Так, номер его... Номер 35219. Не знаю, снятый он из производства или не снятый. Но довольно-таки редко попадается мне на глаза. Это 14-й каунт Айвори Аида. Дизайнер Сан Ким. Покажу вам задник. Вот такие вот веселые цвета. Такая вот, знаете, довольно-таки хорошая палитра. И по объему чувствуется, что тут много ниток. Мне нравится отшив его. У нас есть на YouTube, на канале. Девочка вышивала. Очень красиво получилось. Еще один подарок от Маши, который до сих пор еще тоже не вышел. Опять-таки, калибри. Вот. Тоже думала менять тут, не менять основу. Скорее всего, что я заменять ее не буду. Тут очень такой... Не часто встречающийся цвет Аиды. Салатовый. Хамминберт энд бамбу. Калибри и бамбук. Так, дизайнер тут Ситхия Хатчинсон. Если я правильно прочитала. 14-й каунт Light Green Аида. С светлой-зеленой Аиды. Ну, салатовая, по-нашему, да? Сенцетик. Это 13707 номер его. Так, я выберу свои наборы в коробку. И последняя стопка у меня осталась. Вот эта вот бабочка очень-очень. Бабочки, вернее, красивые. Я видела, вышивали их сразу, когда они только вышли. Номер 7035-323. Так, название. Ага, Peacock Butterflies. Peacock, я забыла по-русски, как... Не жар птица. Павлинные бабочки. Вот. Мне нравится оттенок. Мне нравится все, что касается павлинов. Я просто обожаю. И тут, конечно же, я думаю, будет цветотерапия, когда я буду вышивать. 14-й Ivory Аида. Ну, кажется, что не очень много ниток. Но я думаю, что их должно хватить. Потому что зашивка не очень плотная и неполная. Поэтому такой орнамент, такой дизайн, я думаю, что украсит однажды мою стену. А вот цветы, которые я вам говорила. Flowers of Paris. И я знаю, что на ebay они буквально пару месяцев назад не были дорогими. То есть можно было у нас в Америке купить их по адекватной цене. Опять же таки, я не буду говорить 100%, что это вышел набор из производства. Меня спрашивали, говорили, что очень-очень дорого, невозможно найти в наших странах. И я потом проверила, на ebay они были. И, по-моему, даже они были на 1-2-3 стичь, эти цветы на светлом фоне. Номер 35204. Это Dimensions. Дизайнер Катрин Уайт. 14-й каунт бежевой Аиды. Вот такие вот цветы. Его недавно вышивала Вера Коминова. Я наблюдала. Прекрасный дизайн. Вот один из моих самых любимых павлинов. Indian Peacock. 14-й каунт натуральной Аиды. И дизайнер Сьюзан Николь. Номер 7035293. Опять же таки, дизайн не очень старый. Потому что, я так поняла, что номера, которые идут на 70, это после того, как начали давать эти номера, после того, как они переехали в Китай. Если я не ошибаюсь. Так, год я пока тут не вижу. 2012 год. Много видела отшивов. И тут, конечно, цвета такие вот, немножко ядерные. Но они мне нравятся. Потому что сама птица эта яркая. Я много раз видела этих павлинов. И у нас родственников есть сад с павлинами. Это просто, это рай, поверьте. Прогуляться по саду, где вот такие вот есть павлины с птенчиками. С маленькими они разводят этих павлинов. Ну, в общем, прекрасно просто. Я как-то раньше не относилась к ним с такой любовью, как сейчас. Но почему-то, вот не знаю. После того, как начала так усердно вышивать, мне очень нравятся эти павлины. Следующий дизайн это кафе By the Sea. Кафе у моря. Этот дизайн тоже довольно-таки часто все вышивают. Вот, я много видела отшивов. Дизайнер Джордж Джоргланд. И номер набора 35157. 14-й каунт белой Аиды. Долго не буду останавливаться, потому что довольно-таки известный дизайн. Вот, относительно такой он не старый. Ну, как, 2005 год. 12 лет уже. А вот Лидия Леона, которую я давно-давно хотела. И тоже я ее к себе пристроила к своей коллекции. Так, дизайнер СССР Эдвард Джон Пойнтнер. Вот такой вот интересный дизайн. Тут идет принтованная Аида. Я даже думала однажды вышить подбором. Хотя хорошо, что я не вышила подбором. Потому что, ну, повторить вот это вот очень тяжело. Хотя, знаете, сейчас с появлением количества окрашенных льнов, можно все что угодно придумать. Не обязательно придерживаться той расцветки, которую нам предлагают Дименшинсы. Но я все-таки предпочитаю вышивать по оригиналу. Вот. Красивый результат. Красивый дизайн. Вот такие вот розы на белом стуле. Тоже я их давно видела. И вообще относилась к ним посредственно. Ну, а потом, конечно же, очень сильно я себе захотела. Эти розы. Этот стульчик. Тут неполная зашивка идет. И опять-таки я навряд ли буду заменять тут каунт. И каунт, и аиду не буду менять на равномерку. Принципиально. Не хочу ничего тут менять. Довольно-таки интересный оттенок тут аиды. Я думаю, что на камере не очень сильно заметно. Но она такая, знаете, как кофе с молоком. Немножко цвет какао напоминает мне. Только светлый. А вот тут на превью почему-то цвет другой. Наверное, сделали небольшой фотошоп. Чтобы красиво смотрелось. Ну, эти розы просто прелестные. Мне очень нравятся. Также студат нравится. Так, еще один маячок в моей коллекции. Опять-таки, я не знаю, буду я его вышивать или нет. Но пусть у меня будет. Возможно, у меня будет настроение. Тут идет уже паспорту. Посмотрю. Хотя, вы знаете, можно будет и вышить. Пусть у меня будет он. Этот дизайн довольно-таки интересный. Ага, я не сказала номер. 69-24. И это компания Dimensions. Хотя, тут эта серия такая шла с матами такими. Вот с паспорту. 14-й бежевый Аиды. Так, эти волки, которые я вначале думала буду вышивать, потом я передумала, хотела их на нитки. А теперь однозначно они у меня будут на нитки, потому что, посмотрите, тут очень много оттенков, которые есть у этой дорогой совы. Которую сейчас все резко захотели. Но я ее хотела еще с 2013 года. Я ее очень сильно искала. И довольно-таки много тут ниток. Ну, я вам скажу на всякий случай номер набора. Возможно, кому-то нравится этот сюжет. Номер 79-38. Дизайнер Майкл Адамс. Wild Call in Winter. Дикий зов зимой можно перевести. 16-й каунт Давгрей Аиды. Которая, кстати, мне нужна на один набор. На один дизайн. В общем, посмотрим. Я очень рада, что у меня есть этот наборчик. Я очень дешево его купила. И пока храню его. Всякое может быть. Я, возможно, однажды захочу вышить этих волков. Так, следующий набор. Тоже я покупала в своем городе. Так, секунду, он у меня прилип. Я, наверное, его открывала. Хотя не похоже, что я тут что-то делала. Наверное, при перевозке мне как-то повредилось что-то. Так, я не знаю, какой из них раритет. По-моему, они уже два раритета. Это такие парные сюжеты. Я, опять-таки, купила один из них после того, как я увидела отшив на Инстаграм. Но потом я уже около двух лет назад не могла найти второй набор. Я не помню, какой из них. В итоге в Киеве я купила второй наборчик. И так как я люблю все парное, у меня теперь эта пара лежит и ждет своей очереди на отшив. Первый набор – это Sweetheart's Gate. Дизайнер Сэнди Берджерон. Такой же дизайнер и у второго набора. Набор состоит из 14-й каунт Ivory Aida. Так, размер 36 на 46 сантиметров. Я знаю, что многие вышивают подбором. И вы знаете, довольно-таки неплохо получается. Но у меня была возможность купить оригинал, поэтому у меня оригинал. Так, и второй – Garden Gate. Тот же дизайнер. 14-й каунт белой Аиды. Вот задник его. Если тут Ivory была, то тут белый. Вот видите? Ну, тем не менее, они парные. Так, и последний набор. Я купила его после нашумевшей истории с мошенниками. Я очень долго думала, набор вышел из производства. Возможно, мне захочется, возможно, не захочется. Как-то этот дизайн меня не очень трогал. Скорее всего, что пиксельность меня тут не устраивает. И если я буду вышивать, я однозначно буду заменять основу. Потому что очень много полукреста, и он немного светится. Если поближе вы посмотрите, вот есть такое, что просвечивается. Или тогда нужно увеличивать количество нитей. Ну, тем не менее, мне нравится вот этот дизайн. Какой-то вот теплотой, дружбой, любовью. Возможно, это дедушка, возможно, отец. Вот. Ну, мне очень нравится, когда мальчик с папой или с дедушкой что-то делают вместе. Это очень мило. Потому что у меня тоже сын. И мне всегда, знаете, приятно наблюдать, когда он что-то делает не со мной, а со своим дедушкой или с мужем моим. Значит, называется Building Memories. Построенные память... Не память. Немножко это по-другому переводится. Дизайнер Джек Саринсон. 14-й аккаунт Аиды, Айвори. Ну, опять же таки, я вам сказала, что буду я ее заменять. Если я буду вышивать, у меня это американский набор. Есть еще сидит мальчик, по-моему, мальчик с дедушкой именно на каком-то на пирсе. И тоже происходит... Или просто дедушка сидит на пирсе, и рыбалка происходит. Я не помню с собачкой. У меня этого набора нет. И я думала, что он у меня есть. Я хочу его... Это как трио, получается, с другим набором, который я показывала в первой части, где зимний такой сюжет с собачкой. Если вы понимаете, о чем я... Мне почему-то кажется, эти все три сюжета чем-то связаны. Какая-то есть у них смысловая нагрузка такая объединенная. Ну, это все мои наборы, которые я хотела вам показать от простого... Из моей коллекции простых Dimensions. Я... Сейчас, секунду, я покажу вам, в чем я их храню. Поскладываю потом аккуратно все после видео. Такой вот ящик у меня от Икеи. О, нет, не Икеи. Где-то мы покупали в каком-то из магазинов. Но вообще у меня коробки те были другие для обычных Dimensions от Икеи. Этот... Просто мы покупали комплект коробок. Я именно хотела себе для наборов, потому что они у меня были в чемоданах. Я хотела, чтобы они у меня лежали уже в коробках. Я потом все поскладываю хорошо. И таким образом тут еще крышка идет. И у меня все аккуратно хранится. Если мы будем куда-то переезжать, будет намного удобнее и компактно. Значит, я в прошлом видео своих голдов не показала вам одну часть Dimensions, которые у меня, к сожалению, лежали в стороне. И я вам сейчас их покажу быстро. Потому что я думаю, что я вам их не покажу. Не думаю, что думаю, я больше чем уверена. Они у меня лежали в сторонке. И я просто про них забыла. Быстренько я вам сейчас покажу. Элегантная гортензия вот такая вот. Я в покупках показывала. Вы много раз, скорее всего, что видели. И не буду останавливаться. Вот такие вот волки у меня. The Guardian. Тоже я покупала в Запорожье. Хотя и американская сборка. Но я вам уже рассказывала, почему они мне нравятся. Я когда увидела... Вы знаете, я купила этот набор только лишь потому, что он был американской сборки. Я очень сильно люблю американскую сборку. Я даже не знала, что тут есть второй волк. Когда я уже купила, я ужаснулась. Я себя выкладывала в Инстаграм этот набор. Мы тогда жили в Вегасе. И я просила обратить внимание на второго волка. И многие были удивлены. И вообще я испугалась, когда я увидела этого второго волка. Опять-таки, его вышивали на YouTube многие. Ну, как многие. Несколько отшивов я видела. Так что будет интересно тоже мне его вышить. Однажды такой мужской сюжет, да? Вот. Конечно же, Aurora Cabin. Северное сияние. Обожаю. Просто обожаю этот сюжет. Но это классика. Вот этот мой венок, который до сих пор не вышью. Это мечта была. Я думала, сразу его вышью. Так он у меня и лежит. Но он лежит, он ждет у меня ткань. Я хочу заметить на равномерку. Вот. Красивый, красивый. Безумно красивый венок. К сожалению, сейчас очень дорогой. Hidden Spirits. Тоже мечтала я о нем. И сдерживаю себя, чтобы не начать этот набор. Превосходный. Просто превосходный. Тоже раритет уже. Еще один набор, который я покупала только лишь потому, что это была американская сборка. Leopard's Gates. Gates. 35209 номер набора. Вот такая вот ленточка. Вот меня почему-то огреет мою душу, когда я вижу эти нитки перевязаны такой лентой. Вот. И, вы знаете, сейчас мне безумно нравится этот Leopard. И я знаю, что он нелегкий в вышивке. Тут столько этой выкладной нити. Но, тем не менее, я очень рада, что он у меня есть. И я планирую вышибать. И последний набор, который затерялся, это вот такие вот трио тюльпанов. Трио. Ну, на первом плане у нас три. На самом деле, тут больше тюльпанов. Тоже хочу вышить и подарить своей маме, я вам уже говорила, в пару белым розам, которые я вышивала. Не знаю, получится ли у нас оформить одинаково их. Скорее всего, что нет. А если получится, будет вообще превосходно. Потому что у меня у мамы лесят они в зале. И радует глаз не только ее, но и всех, кто приходит к нам в гости. Вот. На этом все. Я буду с вами прощаться. У меня в планах записать вам видео, обзор на набор, который я планирую вышивать в 2018 году. Это Ангел Миллениум. И я думаю сделать, возможно, сегодня или завтра отчет по своей мировильке. Всем спасибо за то, что провели время со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я очень вам всем рада. И до новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok